Ну что, сколько дорога не ремонтировалась, скажите? Ну, вам не могу сказать, она тут была отпускная, ну, наверное, лет 10. 10. Ну что, давайте, сегодня торжественное открытие в селе Марфино, поэтому разрезаем ленточку, и чтобы здесь путь и был отличный. Улица Погожая, села Марфино отныне оправдывает своё название. На лицах водителей, проезжающих по ней на авто, непременно расплываются улыбки. Она была вся в ямах, а сейчас, ну, это просто скатерть, а не дорожка. До реконструкции эта дорога была отцепной. Щебень жители, примыкающих к ней домов, покупали на свои деньги. В этом году она была заасфальтирована за счёт муниципального и регионального бюджетов, как и ещё 12 дорог, расположенных на сельских территориях городского округа Мытищи. В каких деревнях вели работы? Федоскино, Марфино, Новосельцево. Сейчас ведутся работы. В Федоскино было сделано 7 дорог, в Марфино 3 дороги, в Новосельцево тоже 3 дороги. Подрядчик, колдовавший в том числе над этой дорогой, не боится давать обещания. Во время строительства были использованы качественные материалы. При эксплуатации здесь машины ездят не так часто, надолго хватит. Зимой так же, как и в городе, чистить будут всё будет хорошо. Главное не долбить. Гарантийный срок службы асфальтового полотна 2 года, но строители уверены, оно прослужит дольше – 5-7 лет. Андрей Гореликов, председатель Мытищинского совдепа, представитель фракции партии «Единая Россия», пройдясь по улице Погожий, остался доволен работой. Мы с вами встречаемся по вопросу качества ремонта и обслуживания дорог не первый раз. Это постоянно находится под вниманием депутатов фракции «Единой России» в городском округе Мытищи. Будут хорошие дороги, у нас будет всё хорошо, мы сможем быстрее и качественно добираться и до детских садов, до школ, и просто друг к другу. Поэтому, дорогие друзья, поздравляю с открытием новых дорог, и хочется, чтобы каждый год у нас был такой объём выполненных работ. В этом году на реконструкцию дорог только территориальным управлением Федоскина было потрачено более 50 миллионов рублей. На сегодняшний день план выполнен на 85%, пояснил Андрей Гореликов. Сквер на улице Зелёной – ещё один объект, который в этот день посетили представители депутатской фракции партии «Единая Россия». Территория перед домом номер 10 в этом сезоне претерпела значительные изменения. В честь этого марфинцы решили устроить небольшое торжество. В закате дня, зарви на стол, удиви меня. Современная игровая площадка, сочный газон, мощёные дорожки, скамейки появились там, где прежде были заросли кустарника и валежник. Не слышно, так нравится или нет? Да! А родителям? Да! И родителям тоже. Ну что, давайте не будем тянуть действительно на такой важный и волнующий момент открытия нашей детской площадки, чтобы мы увидели наших детей, играющих на тех тренажёрах, которые здесь установлены. Право открыть новую зону для игр, разумеется, предоставили её будущим хозяевам – маленьким марфинцам. Дети на пять справились с этой важной миссией. «Аплодисменты, друзья!» «Когда открываешь очередную детскую площадку, понимаешь, что в нашем округе действительно та программа по реализации существующих и строительству новых детских площадок действует очень успешно. И она действует не только в самом городе Мытищи, но и в том числе на наших сельских территориях». Общаясь с прессой, представитель Мытищинской депутатской фракции от «Единой России» Андрей Гореликов заметил, что его коллеги и в следующем сезоне планируют уделять много внимания вопросам, связанным с благоустройством территории городского округа Мытищи. Надежда Трифонова, Денис Корнев, информационная программа «День».